Вперед! Старта от командира и экипаж готов штурмовать трассу. Змейка, эскарп, колейный мост, косогор и ров. Почти все виды соревнований танкового биатлона взяты из обычного лыжного биатлона. Главная задача преодолеть траншеи, колею и минные заграждения на скорости. На маршруте предусмотрена стрельба по мишеням, которые имитируют танки. Также военные отрабатывают стрельбу по движущимся целям на дистанции от 900 метров до 2 километров. Стрельба выполняется из спаренного пулемета или орудия в зависимости от мишени. При промахах и наездах на мины назначаются штрафные круги. По словам командования 37-й гвардейской отдельной бригады, нынешняя команда, отобранная для соревнований, показала неплохой результат. Личность отстав экипажа 37-й бригады досойно выступит на всех этапах данного конкурса. Показали хороший результат в стрельбе по поражению целей, показали хорошую скорость, технику преодоления всех препятствий. По итогам гонки командиры соединения отобрали лучшие экипажи для второго этапа конкурса танкового биатлона. Состоится он уже в начале марта и впервые в истории 37-й бригады пройдет в Бурятии на новой трассе полигона Бурдуны, которая соответствует всем требованиям армейских соревнований. Мария Латышева, Антон Колесников, пресс-служба Восточного военного округа.